Желание оградить себя от информационного потока постоянного, да? Как-то дистанцироваться, хотя бы у себя на своих личных квадратных метрах, возле себя где-то. Вот скажите, как профессионально, это люди себе лучше делают или наоборот? Слушайте, нам очень важно в любой информации ориентироваться, что происходит. Поэтому нам важно и быть в курсе. Но вот если говорить про то, как в начале войны все там залипали бесконечно в новостях, это абсолютно вредно. Ну то есть просто перегружает нервную систему. Но быть в курсе нужно. То есть нужно, вот мы много говорили раньше про информационную гигиену. И сейчас уже получается, люди просто уже сами устали, поэтому уже начинают уходить в некоторую ракушечку, внутреннюю миграцию, может быть, кто-то. Но беречь себя, правда, надо. И в принципе, если все и так знают, что война идет, ничего не закончилось, следить там, что плюс еще одна жертва или все фотографии смотреть. Ну, сердце себе ранит, зачем? Оно и так происходит. Какая разница? Одна жертва – это уже жертва, да, понимаете? То есть как бы для здоровья своего пользы в бесконечном чтении новостей вы не получите. То есть, правильно ли я понимаю, как бы совет такой? Поставить, условно говоря, себе в Телеграм условное зеркало, такой адекватный источник информации, один-единственный, и он тебе обо всем важном сообщит. И посмотреть новости там разок в день, правильно понимаю? Ну, ставить нужно тот, которому доверяешь, тот канал или те каналы. Хорошая стратегия, например, там, 10 минут в день посвящать тому, чтобы прочитывать самые главные новости. Благо сейчас многие паблики так и делают, что они в конце дня, там, такой дайджест такой. Да, дайджест – самое главное, что произошло. А то, что беречь себя надо, так это очень правильно. То есть, если возникает тревога, а что же там произошло, или бывает там в соцсетях понеслось, какая-то информация, человек хочет почитать, больше узнать про это. Ну, правильная стратегия – идти читать, то есть не сдерживать себя вот в этой тревоге, ее нужно утолить, потому что нам важно ориентироваться, нам очень важно понимать, что происходит. Ну, вот, кстати, это обратная сторона медали. У меня тоже есть, опять же, мои знакомые, которые говорят, ну, я не могу выключить. Я не могу. С 24 февраля, постоянно, вот, мониторишь, мониторишь, там пауза. Я не могу, говорит, я вот, там, один мне говорит, я вижу, как люди выключаются, так, помаленьку, потихоньку, я их понимаю, да, все. Но я не могу, это уже психически мы нездоровы, потому что я тоже не могу. Ай, слушайте, ну, мы адекватно психически нездоровы, у нас реально абсолютно психически ненормальная реальность сейчас. Ну, как мы говорим, пограничная ситуация, то есть наши реакции вполне адекватны тому, что происходит. Все, кто затронуты, они так выходят за какие-то рамки психической нормы сейчас, да, то есть нормы не военного времени. Ну, это адекватно, странно сидеть там, не знаю, медитировать, пули летят вокруг тебя, а ты такой сидишь в позе лотоса. Ну, нет, нет. То есть, как бы, то, что сейчас происходит, очень сильно влияет на наше поведение и стратегии, мы выбираем те, которые для нас выигрышные. И в такой тревожной ситуации нормально и залипать, и нормально, в принципе, уходить в такую вот... И так и это, короче. Да, да, да. И это зависит от стадии, на которой находится человек. Вот сегодня утром мы говорили о... Я приводил в пример ту информацию, которую я получил в своих собственных соцсетях за выходные. А я написал про Машу Колесникову и написал про кейс вот этого журналиста Дождя, которого уволили. Вот. И, значит, еще раз проговорим, выяснилось, что Маша Колесникова — это кремлевская шлюха, что я, который, там, ей сочувствует точно такой же фашист, значит, что телеканал «Дождь» — полностью фашистское логово, что русские либералы — это смешно, Быков и Шендерович — это твари имперские. Ну, то есть, вот я все это, да, вот. И в конце концов, я говорю, такой финалочкой стало это то, что я виноват в русификации Беларуси. Я сделал вывод, как бы, это тяжело читать, правда, тяжело, ну, но я как-то тоже сам себя стараюсь этого оградить, и я поэтому сделал такой ход конем, сделал вывод, что люди это все пишут от того, что им больно очень. От того, что им не все равно. Это правда? Да, это правда, это правда, это правда. И более того, такой подход помогает со всем этим, ну, как-то уживаться лучше. Потому что, правда, люди, ну, те, кому все равно, им все равно. А другое дело, что стратегии и коммуникации, способы коммуникации у всех разные, да. А соцсети, это же вообще такое место, где, ну, это еще хуже, чем за рулем автомобиля, понимаете. Там эго совсем по-другому себя ведет, где твоя личность скрыта. У многих, когда еще и фотографий настоящей нет, и фамилии имени там тоже нет, то, конечно же, человек проявляет совершенно не те качества, которые могут проявить, если бы вы с ним лично общались. Поэтому, да, отбор, отбор, да. А кто-то по заданию тоже есть. Не, ну, это, я говорю... Это люди на ставке, на должности, на работе. А мы после... Кончится же когда-то война, когда-то же диктаторы передохнут эти или будут судимы. Когда-то же, ну, когда-то же придет все в норму, и хочется верить, что на нашем веку. Мы из этого всего выйдем, и способны ли мы будем к нормальной жизни, или мы уже навсегда с этими шрамами? И по ночам вот так вот иногда, как, да, поствоенный синдром этот. Куда мы денемся? Выйдем как-то. Кто-то выйдет, конечно, кто-то нет. Это зависит от того, насколько мы нахлебаем с этого горя, негативного опыта. И в том числе по этому нужно себя беречь, и эту информационную гигиену все-таки поддерживать, потому что, ну, когда у тебя вот... Вот это же все здесь записывается, вот здесь. И потом оно может себя мучить. Понимаете, наш мозг воспринимает там то, что мы по телеку посмотрели, или там, где мы сами были, ровно одинаково. Ну, то есть, как бы, нас триггерить, может, от картинок того, что... С фотографий каких-то, видео того, где мы не были. Поэтому тут тоже себя все-таки беречь надо. Ну, поэтому я, например, в последнее время видео не просматриваю. Потому что, правда, вот жалко мне, вот то, что вот здесь все это записывается, а потом его как-то укладывать в какие-то удобные формы, чтобы оно не травмировало и не мешало. Поэтому вот я рекомендую все-таки осторожно относиться к тому, что вы потребляете. Очень интересный кейс нам. Вот наша зрительница постоянная, Тата, пишет. Я круглосуточно в Телеграме, в Ютубе чувствую, что выгораю, ничего с собой не могу поделать. На улице... Вот это самое интересное. И я помню, что со мной тоже такое было. На улице всматриваюсь в прохожих, начинаю закипать от злости, потому что думаю, что вокруг одни равнодушные ебатьки. Как можно ходить вот так спокойно, когда вот тут вот в телефоне пишут, что там ого-го, что происходит. Скажите что-нибудь нашей Тате, которая это написала. Что-нибудь? Это у нас такой сеанс психотерапии. Я даже вопрос не могу сформулировать по-человечески. Ну что-нибудь скажите. Просто как? Ну что делать? Понимаю, сочувствую, и даже здесь это иногда отлавливаю, что, в общем-то... Но это не так. Тут важно тоже понимать, что мы все такие вынуждены как-то справляться с реальностью. В Беларуси людям нужно еще справляться с тем, чтобы не выдать себя, что нас это беспокоит как-то. Вот, поэтому... То есть это не так? Это означает, что очень многие люди беспокоятся? Просто ты, ну, они же не будут идти на лбу писать? Просто вы в разное время телефоны смотрите, не совпадаете. Ну, опять-таки, а как ты поймешь, кто смотрит, а кто нет? Вот другое дело, что она всматривается в лица, это в попытке... Ну, правда, этот очень какой-то жестокий мир, который сейчас мы обнаружили, он пугает. И поэтому вот это вот тревожное вглядывание в лица, это попытка найти тех, кому не все равно. А вот эта вот реакция, то, что кажется, что все равнодушны, это из-за того, что, ну, видимо, почему-то какие-то она ищет характеристики, не знаю, какие-то знаки на лице людей о том, что им не все равно. А какие это могут быть знаки? Бог его знает. Вот я тоже всегда задаю себе вопрос, да, а что он должен тебе? То есть, ну, они все равнодушны. Что ты чего, а чего ты от них ждешь? Чтобы они стали вдруг ротой и сказали, мы все против лугожанки! И опять же. Единомышленничество тоже тоже. Слушайте, это я вот здесь, находясь в Варшаве, и могу, да, там вот такого бы чебекотика. А как в Беларуси? Да, да, поэтому... Другие ценности надо сейчас, вернее, на другие вещи нужно осмотреть, на другие ценности операции и делать акцент, говорить про ценность человеческой жизни, да, насколько это важно. Потому что это все ведь про одно и то же самое. Война антигуманна по своем определении. Не знаю, котикам помогайте, разговаривайте о тех, что, ну, что можно сделать такого волонтерского, вот реально, хорошего. Это все люди, скорее всего, будут, которые, и которым не все равно, что происходит. А вот еще такой момент Владимир написал, тоже, еще одна. Сторон же, как граней очень много у того, что мы сейчас имеем. Смотрю каналы Телеграм, где сбрасывают с квадрокоптеров на головы орков русских, бомбы маленькие. И такое успокоение наступает. Их разносят на куски. А мне так хорошо от этого. Ловлю себя на мысли, что так не должно быть. Это тоже разновидность болезни, да? Нет, почему? Это реализация вот этой вот злости и агрессии, которая есть на эту ситуацию. А когда, смотрите, происходит взрыв, происходит такое тоже, ну, расслабление и физиологическое, более того, психически, легчает себе, потому что, ну, ты видишь подтверждение не тому, что там Россия нападает, убивает и так далее, а то, что происходит какое-то отомщение и движение в обратную сторону, то есть освобождение Украины. Поэтому вполне себе понятная реакция. Смотрите, если вас кто-то обидит очень-очень сильно, вы будете хотеть ему, не знаю, набить морду, то вполне себе нормально представляется, как вы его лупасите, и у него кровь идет. Перед сном, в общем-то, бывает так. Да, 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 да. Вот, и не, ну, как бы, слушайте, эти вещи, вот такие вот свои собственные реакции могут пугать. Как я говорю, дожили до того времени, что я психолог, иногда думаю, да чтобы он сдох, но не знаю, как он. Но это вполне себе вот такая нормальная реакция, когда, ну, ты очень зол, когда стимул такой, и он вполне себе адекватный. Но, понимаете, вот одно дело проживать такие эмоции, а другое дело делать что-то такое. Поэтому как бы, ну, вот я точно понимаю, что ничего страшного в таком вот освобождении. То есть в конце концов люди смотрят ужастики, боевики, и это тоже на всех по-разному действует. Вполне, вполне, вполне. Главное, чтобы он после этого не шел там, не знаю, делать что-то общественно опасное и для себя опасное. Поэтому, ну, есть такая реакция, вот ваш способ, смотрите такие видосы, вас это расслабляет супер, отлично, что есть такой прекрасный источник расслабления. Ну, вот тут вопрос был насчет ужастиков, правда ли, что снимают напряжение. Мне кажется, вы уже ответили на этот вопрос. Сейчас есть такая хорошая шутка после чтения новостей. Я смотрю ужастик, чтобы немножко успокоиться. Это и есть такое, да. Вот еще одна сторона вопроса, тоже интересная. Мара нам пишет, общаются между собой наши зрители. Да, я тоже из таких, как можно что-либо праздновать, гулять в то время, когда идет война? Как можно? То есть речь идет о концертах, о корпоративах и так далее. Вот так, я тут сформулирую вопрос, Наталья. Означает ли, что люди, которые ходят сегодня на концерты, которые гуляют на корпоративах, означает ли, что все они подонки? Нет, конечно. Ну, как можно? Тогда ответьте на вопрос Мары. Как можно праздновать что-то, гулять, когда война? Ну, если вы не можете, то, ну, не могите. Кто может, тот пускай ходит. Я думаю, что смысл и нашего протеста был в том, что мнение каждого человека важно. И ценности, и интересы каждого человека важны. Поэтому, если человеку важно ходить на концерт, то пускай он ходит. Если это ему помогает, как-то делает лучше. Если вам не помогают, но у вас, значит, другие способы. Хотя общаться сейчас, в том числе на какие-то и такие мероприятия, ходить вполне себе может быть даже терапевтично. Хорошо побыть среди людей, особенно если ты знаешь, что это люди твои, единомышленники. А как знать? Не видно же. Они же не улыбаются. Ходят, улыбаются. Или вообще как-то непонятно. Да, да, да. Ну, надо ходить, значит, с теми, кто точно. Это значит, надо ходить на провластные митинги, где идеологов много. Потому что, как мы знаем, в 2020 году эти были в первых рядах протестующих. Идеологи эти сволочные. Не обязательно ходить. Надо праздники праздновать, жизнь продолжается. Люди празднуют дни рождения, рождаются дети. И какие-то другие мероприятия, какие-то другие события хорошие происходят. Эту сторону жизни тоже нужно поддерживать. И её нужно поддерживать в первую очередь. В конце концов, для чего мы все выходили на улицы тогда? Для того, чтобы нормальная жизнь была, а не вот это всё. Что безобразие. Да, да. Нам, кстати, написали тут в комментариях, сейчас найду, Татьяна, каждый день жгу дрова в печке, именные, сжигаю зло в огне. Хорошая, кстати, терапия. Вот мне бы такую печку, а? Ну, согласитесь, интересно что-то в этом есть. Написал там на дровишке имя и в печь его. И полегчало. И полегчало. Я же представляю, что можно и поколоть сперва эти дровишки. А что бы ещё вы сделали? Давайте кукол Вуду сейчас будем. Кукол Вуду, да, вот-вот-вот. Да, кукол Вуду отличная, отличная. На елку, на елку. Да, 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 да. Значит, это Октябрьская площадь. Оп, это значит у нас здесь, что там, площадь независимости. Здесь мы повесим вот этих. Хорошо, хорошо, спасибо, Наталья, вам за разговор. Как-то вот правда полегчало. Ну, конечно, да, и пишут в чате, что полегчало, а то думал, с ума схожу, глядя, как орки танцуют, когда пригреют сверху. Ну, смешно, извините. Если есть такой вопрос, если есть сомнения, это тоже, кстати, очень диагностично. Пока сомневаешься в своей собственной адекватности, то, скорее всего, ты психически здоров. Вот когда ты думаешь, что все, это все остальные больные, а со мной вообще все прекрасно, и вообще я всегда прав, ну вот тогда это тревожный звоночек. Тревожный сигнал. Хорошо, понятно. А почему у вас время не варшавское последнее? Я между Варшавой и Беларусью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова